Друзья, всем привет! Мы сегодня с Леной Морозовой, сейчас еще Володя Шнадер подъедет по некоторым рабочим вопросам в роддоме, но вам покажем, потому что я думаю это интересно в плане некой ностальгии. Многие здесь прямо родились, вот с нами сегодня прямо плод этого здания, а многие здесь рожали этих деток, поэтому думаю вам будет интересно посмотреть как это выглядит сейчас. Вот в таком виде это сейчас, уже конечно видны явные следы заброшки, но надеюсь, что мы все-таки сообща в городе найдем какое-то решение, которое вдохнет новую жизнь в это здание, потому что здесь столько появилось новых жизней, что мы теперь обязаны возвращать долги. И вот этот монумент, мама с ребенком, причем в таком заросшем виде сейчас, это в чем-то даже органичнее выглядит, чем в такой культурной ухоженной клумбе. Пока я бегал за ключами, к Лене и к Володе подошло 4 человека из работников КП Мискаликарня с расспросами, что же они делают на крыльце закрытого роддома. И это очень хорошо, это действительно похвально, за объектом следят, смотрят, охраняют, и это собственно залог того, что он пока еще в хорошем состоянии относительно, например, поликлиники. Это место помню даже я, потому что здесь я приходил к своей жене, когда она рожала первого сына. Это, пожалуй, единственное место, которое я знаю в роддоме. Нет, вот это помещение тоже помню, сюда выносили малышей на руки родителям при выписке. Вот такое пыточное кресло, многие женщины, увидя его сейчас на видео, содрогнулись. Но Лена говорит, что от вот этой кушетки и от вот этой душевой женщины содрогнутся даже больше, чем от его кресла. Видимо, что-то здесь происходило не очень комфортное для них. Мы недавно были в поликлинике, и вот здесь в роддоме, вопреки тому, что здесь в общем-то состояние очень хорошее везде, но есть тоже вот такое место с грибами. Грибы прямо со стены растут, такие мясистые, причем хорошие, под засолку. Сейчас поднимемся на второй этаж, на третий, посмотрим, откуда то затекание и насколько там страшно все выглядит. Вот мы нашли это место на втором этаже, причем оно вот вокруг здесь абсолютно сухое. Но здесь сборка, стояк, и вот именно в нем где-то протечка до первого этажа. Там вон какой-то мусор лежит, а, наверное, ливневая труба по ней, наверное, течет до первого этажа. Надо будет это проинспектировать нормально со специалистами и как-то заизолировать. Но в общем так, состояние по всему роддому, конечно, хорошее, несравнимо лучше, чем в поликлинике бывшей. Вот тоже палаты, светлые, все в нормальном состоянии. Вот пока из того, что мы посмотрели на первом этаже, одно место неприятное, это там, где растут грибы. А остальное, вот, все, в общем-то, в порядке. Вот такое эмоциональное на вид помещение. Оно одновременно муторошное, потому что в таком заброшенном, пустом виде это выглядит, конечно, не очень. Но и одновременно счастливое, потому что наверняка не единожды девушки, женщины рожали здесь свое счастье. Это родильный зал. А это будет интересно в том числе моей жене, потому что здесь делали кесарево. Вот здесь палаты для деток после кесарева, после тяжелых родов, или родов, как правильно, родов. Вот здесь почему-то участок в неприглядном виде. Не знаю, может какая-то влажность здесь повышенная, какие-то микропротечки, потому что вот повздувалась везде краска. Вот палаты на втором этаже, тоже некоторые вот в очень хорошем виде. Ну, соседние чуть хуже. Здесь краска получилась. Это техэтаж, и это царствие голубей. Но на самом деле состояние тоже очень даже неплохое. Вот все трубы заизолированы, никаких таких прям явно аварийных мест нет. Главное, что кровля, вот судя по тому, что мы видим на тех этаже, кровля целая. Нет каких-то таких масштабных аварийных протечек, как это есть в поликлинике. Потому что вот мы недавно осматривали поликлинику, и там нынешнее убитое состояние во многом из-за того, что просто напрочь дырявая кровля. Да, эта кровля сейчас на проекте реконструкции. Я очень надеюсь, что в этом сезоне она там будет сделана в поликлинике. Но тем не менее, это уже требуются ресурсы. Здесь такого нет. Здесь кровля целая, и потому сохранилось и все здание. А вообще нам, конечно, так привычно это все выглядит. Но на самом деле наш медицинский комплекс просто невероятно красивый. И с архитектурной точки зрения, и с такой ландшафтной, зеленой. Это все действительно классно выглядит. Особенно для тех, кто приехал и видит это впервые. Конечно же, это было бы все намного лучше, если бы было в полной мере эксплуатируемо и опрятно выглядело. Все, друзья, всем пока. Очень надеюсь, что в процессе, в том числе и таких вот рабочих выходов, все-таки когда-нибудь найдется способ, найдется та идея, которая наконец-то будет реализована качественно. И наш роддом снова заработает. Все, пока.